Приветствую вас и поскольку вопрос, который вы задаете, будет всегда в общем виде, то в общем виде на него я и отвечу. Вы пишите, что у вас плохие отношения с родителями, при этом вы можете не появляться дома какое-то время, друзья у вас не очень хорошие, парень тоже и собственно говоря вы устали и расслабляетесь с этими же самыми друзьями. Вот вы знаете, по существу, если говорить, то вам нужно и очень желательно кардинально изменить свой круг общения. То есть спросить себя, почему вы общаетесь с теми людьми, которые вам вообще говоря не нравятся, которые вас не устраивают, которые не отвечают вашим требованиям, которые вы к ним предъявляете. Почему вы, например, общаетесь с мужчиной, который вас не устраивает и почему по какой-то причине в свои 27 лет вы как бы до сих пор не определились с тем, что вы будете делать вообще в жизни. Потому что вот из вашего письма, понятно, что у вас нет семьи и что вы достаточно свободны, но при этом вы хотите, чтобы у вас были хорошие отношения с родителями. Дело в том, что они имеют свое четкое представление о том, какой должна быть ваша жизнь по их мнению, по мнению ваших родителей. И исходя из этого они и реагируют и на то, что вы делаете, и на вашего мужчину, и на ваших друзей и так далее. И вам никак не объяснить родителям, что у вас есть своя собственная позиция относительно вот того, как вы собираетесь строить свою как бы жизнь, свою судьбу. И сначала, прежде чем налаживать отношения с родителями, в обязательном порядке посмотрите, представьте себе, скорректируйте свои собственные цели, идеалы и стремления. К чему вы идете, куда вы идете, ради чего, какие у вас стремятся, что для вас важно, что вас привлекает и так далее. И вот к этому и направляйте свои усилия. То, что вы делаете сейчас, судя по описанию, это только то, что как-то проводите время и противопоставляете у себя родителям. Если они будут видеть, что вы действительно нашли себя, если они будут видеть, что вы действительно счастливы, что вы занимаетесь тем, что вам нравится, что вам по душе, то естественно они не будут как-то негативно на вас реагировать, потому что чувство счастья, которое будет у вас на лице, оно лучше любых слов покажет им, что вы нашли свой жизненный путь. И со временем они примут его, они смирятся с ним, и тогда вам, собственно говоря, будет легче, вам будет проще находить с ними общий язык. Но сейчас вы для них выглядите как человек, который не понимает свои жизненные цели и не понимает, куда он идет. Соответственно, вы пишете, что, вот, прям цитата, друзья, у вас хреновый парень тоже. Но при этом вы называете его любимым парнем. То есть здесь наблюдается определенное противоречие. Он все-таки любимый или он не очень хороший? Вы стараетесь определиться. Далее. Вы называете своих друзей так же не очень хорошими, но при этом вы с ними проводите время и, собственно говоря, даже выбиваете. И возникает вопрос, а что такого происходит в жизни, что вы устали? От чего вы устали? Что вас напрягает? Что разращает? Что давит на вас? Вот с этим и нужно разобраться. Если устранить эту причину, то вы сможете идти дальше. Если есть какое-то противоречие у вас, то его тоже нужно разрешить, и тогда вы сможете двигаться дальше. До тех пор, пока вы как будто бы принимаете, как будто бы довольствуетесь тем, что есть, ну, понятно, у вас мало чего будет получаться, и вы будете не удовлетворить. Если друзья не нравятся, если вы считаете, что они недостаточно хороши для вас или не ценят, соответственно, нужно менять их. Через что? Через свои собственные увлечения, через хобби, через занятия любимыми делами и так далее. Может быть, даже если вы работаете, то на рабочем месте сблизиться с коллегами, с которыми у вас хорошие отношения. Если парень вас не устраивает, то это надо пересмотреть отношения с ним. Ну, и в большей степени ориентироваться на себя, а не на тех, кто вас окручает. И тогда вы удивитесь, насколько изменится ваша жизнь, а родители начнут смотреть на вас по-другому. И, может быть, не сразу, может быть, постепенно, но они все же вас примут. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.